Место, скажем так, не самое плохое. По сути, нормальное. А количества очков нет, недоволен. То есть, считаю, что мы кроме одного матча в некоторых из игр не добрали. Первый матч с Гомелем, но, откровенно говоря, соперник был интереснее, чем мы. И, скажем так, очко это мы приобрели, чем потеряли два. Допустим, следующая игра уже с Минском, однозначно мы потеряли два очка. Были игры, где, на мой взгляд, тоже не добрали свое. Поэтому количество очков, наверное, все-таки не совсем удовлетворительно. Все-таки требования по сравнению с прошлым годом поменялись. Это замечают и сами ребята. Соответственно, когда возникает дополнительное напряжение, на старте оно всегда максимально высокое, как и в конце, то помимо того, что ты должен выполнять свои функции, ты еще должен бороться фактически не только с соперником, но и с собой. А если еще меняется модель игры, то, соответственно, понятно, что решения не всегда будут идеальные. Соответственно, отрезки игры не всегда полноценные. Но, с учетом этого, где-то получилось так, что и результат не тот. Хотя, опять же, та же игра с Минской – это второй тур. На мой взгляд, вообще одна из самых лучших по содержанию за тот период времени, с которым мы сыграли. По поводу того, что стандарты имеют роль. Стандарты имеют во всем мире роль. Процент забитых голов со стандартов, как и пропущенных, от 25 до 40. Поэтому этот показатель никуда не изменится в ближайшие годы. Так точно. Соответственно, мы не исключение. То есть, у нас процент плюс-минус такой же. Поэтому, фактически, мы забиваем, наверное, все свое. То есть, просто в одних играх роль стандартов имеет большое значение, в других, может быть, более второстепенная. Плюс, опять же, стандарты – это все-таки итог тех или иных каких-то атакующих действий в данном случае. Ну, соответственно, если они у нас есть, у нас есть возможность их использовать, то получается так, как получается. Мы не играли, на самом деле, в борисове от соперника. Мы сыграли от себя. Просто на тот момент нам посчиталось, что то, как мы будем выстраивать систему игры в атаке и в обороне, это будет максимально лучше сбалансирован для нас вариант. То есть, по большому счету, так как мы выстраивали себя в атаке, никак не поменялось с тем, как мы играем в принципе. То есть, мы из 4-3-3 выстраиваем определенные взаимодействия. Потом они нам помогают так или иначе двигать мяч, противодействовать. То есть, здесь это не принципиально. По сути, система игры вообще в футболе имеет второстепенное значение. Самое основное – это принципы. А принципы не менялись ни в одной из игр. Соответственно, мы все время играем от себя, просто не всегда получается. То есть, как в борисове, соперника достаточно хорошо играла, поэтому нам не всегда получалось действовать так, как следовало бы, наверное, хотя при этом были реально отрезки игры. И то количество голевых моментов, которые мы создали, позволяло нам как минимум не проиграть эту игру. Очень много примеров, когда на ранних стадиях недооценка соперника влечет за собой, что турнир просто становится потерян. Поэтому здесь, во-первых, Белшина является одним из кандидатов на выход в высшую лигу. То есть, это не самый простой соперник. Во-вторых, у нас была не самая простая дорога до этого в Витебске, в тот же Бобруйск. Поэтому здесь все в совокупности. Мы дали сыграть основным игрокам, а тем, кто, скажем так, не до конца получал нужные игровые практики. Поэтому, в конце концов, в спорте конкуренцию еще никто не сменял. Соответственно, мы же не играем параллельно в Еврокубках или у нас там постоянно игроки в сборной сидят. Не такое уж большое давление на тех, на ту обойму, которая сейчас играет больше. Мы не думаем, на самом деле, о зрелищности либо результате как о чем-то отдельном. То есть, по большому счету, игра все предопределяет. Если мы будем хорошо играть, мы будем, соответственно, забивать голы. Будем забивать голы, будем выигрывать. Будем выигрывать и забивать голы, соответственно, будет за счет забитых мячей. Чем их будет больше, тем лучше возрастать зрелище. То есть, здесь, по большому счету, все взаимосвязано. Поэтому мы просто стараемся делать все, чтобы наша игра была сбалансирована, она была хорошая, она была стабильная. И, соответственно, это будет так или иначе приносить результат. То есть, это основное, о чем мы думаем. Наверное, качество игры самое лучшее все-таки с футбольным клубом Минск. Мы действовали ровно так, как хотели. По крайней мере, большую часть времени, там, 75 минут, так 100%. И при счете даже 2-2 мы могли еще забивать и не один гол. Но сложилось так, как сложилось. А менее качественно с Гомелем мы нехорошо играли. С Витебском было тяжело, но на самом деле были понятные тоже где-то причины. Так, чтобы какие-то были провальные игры, опять же, кроме игры, наверное, с нашим предстоящим соперником, таких прям не сказал бы. То есть, были где-то лучше, где-то хуже. Ну, Саша опытный футболист и чемпион страны, обладатель кубка. И футболист, который видел многое. Есть легионерский опыт у него за плечами не только наш белорусский, но и, в частности, в Россию. Очень коммуникабельный, очень грамотный, хороший исполнитель, большой профессионал. Поэтому как в раздевалке, так и на футбольном поле это 100% для нас, скажем, очень большое приобретение. Я искренне этому рад. Думаю, как и его партнеры по команде и вообще весь наш тренерский состав. Поэтому и необходимое, и в то же время радостное для нас событие. Прошлый матч недельный назад показал, что игра очень бескомпромиссная. То есть, по сути, она уже тогда была кубковая, а сейчас она будет в рамках турнира. Поэтому я думаю, что для зрителей, для брестских болельщиков, да и не только даже для брестских болельщиков, для многих любителей футбола в Беларуси, ну, это интересная пара как минимум. И я думаю, что многие будут смотреть, потому что даже от фидбэка, который я получил от своих друзей, знакомых, от их друзей после нашей общей игры с Динамо Брест, все сказали, что реально было интересно смотреть с точки зрения большого количества зрителей, атмосферы, содержание игры, бескомпромиссности, количество единоборств и так далее. То есть, ну, поэтому думаю, что для белорусского футбола это, конечно же, плюс.